Новый пенопластовый скандал. Вдруг выяснилось, что ремонт объекта культурного наследия в самом центре Нижнего Новгорода на площади Минина выполнен из пенопласта. Этот объект – корпус Приволжского исследовательского медуниверситета. Во время сильных ливней лепнина, которая, как выяснилось, была из пенопласта, отклеилась. Пенопласт Дешево и быстро слепить, как бы как. Замазать и не видно будет. Все. И отчитаться. Я, конечно, не строитель, но в моем понимании это вообще чистой воды махинация. Это же не кукольный домик. Еще интересно, что он контактирует непосредственно с крышей. То есть, получается, вода-то она в непосредственной близости, она стекает прямо по нему. Поэтому, ну, долго или коротко, либо все равно бы это случилось. По сведениям сайта госзакупки, заказчик ремонта – Пиму. Университет. Стоимость 499 тысяч рублей. Килограмм пенопласта можно за 100 рублей купить в розницу. Вот просто так. Ну, понятно, что включены работы, монтажная пена, побелка. Но, тем не менее, подозрительный. Это объект культурного наследия. Естественно, на ремонт его фасада, насколько мне известно, требуется согласование. Я думаю, что просто в какой-то момент комиссия пришла, не потыкала пальцем, не поняла, что фасад мягкий и приняла так, как есть. В Приволжском исследовательском медицинском университете нам сообщили, что к этому пенопластовому ремонту нынешнее руководство учебного заведения никакого отношения не имеет. Ремонт выполнялся в 2016 году. К сожалению, ни я, ни многие из моих коллег здесь, ну, по сути, сейчас не работает никто, кто работал тогда. Вы говорите, что в 2016 году проводился ремонт фасада, да? У нас есть другая информация. В январе 2022 года, вот, смотрите, позиции плана закупки и выполнения работы по текущему ремонту фасада. Так, это был ремонт сзади, то есть торец. Все декоративные элементы менялись в 2016 году. Мы изучили, значит, смертную документацию на этот ремонт. Мы не нашли в смертной документации никаких работ, связанных с пенопластом. То есть все декоративные элементы, которые там менялись, они были гипсовые. Вот, вопрос-то сейчас не в том, из чего он сделан, а вопрос в том, за что заплатили в 2016 году. А какая сумма была затрачена конкретно? Всего 5 миллионов 200. А известно, кто на тот момент принимал работу и как вообще допустили прием? К сожалению, нет. Первичка, она хранится бухгалтерской 5 лет, то есть она до нас уже не дошла. Кстати, буквально неделю назад вдруг выяснилось, что бетонные колонны на набережной Аки не такие уж и бетонные. Чугунный забор со столбами из камня и бетона на набережной со стороны площади Ленина стоит еще с советских времен. Он выглядит отремонтированным, свежеоштукатурен. Но когда какие-то хулиганы пнули колонну, оказалось, что больше она не каменная. Ее отремонтировали пенопластом, который сверху заштукатурили под бетон. Таких колонн, судя по звуку, на набережной много. Но не все. Часть каменная, а часть пенопластовая. Продолжение следует...